Так, я включила запись. Только вот не могу. Сейчас хочу, чтобы меня было видно. Ага, теперь, наверное, меня видно. Слышно это уже? Хорошо. Теперь, наверное, меня видно. Алена, приветствую. Слышно и видно? Замечательно. Друзья, одну секундочку. Я сейчас, те друзья, которые уже в вебинарной комнате, я сейчас переключусь на фейсбук-страницу. Хочу посмотреть, что у меня там происходит. Видна ли я в лайве на фейсбук-страничке. Появилась я там или нет. Чтобы проверить, буду удерживать два окна у себя. Что я тебя не вижу на своей страничке в эфире. Сейчас, одну секунду. Ага, вот, наверное, сейчас пошла. Сейчас мы с вами начнем. Вы пока подготовьте себе что-нибудь вкусненькое, друзья. Чаек, кофеек, что вы предпочитаете? Или, как я написала на нашей странице, на странице летней школы, можно с собой хоть розовую просеку взять. Почему бы нет? Правильно? Всего лишь 12 часов у меня. Так, вот я пошла на фейсбук? Да, пошла, друзья, отлично. Все, замечательно. Да, я вижу, что есть люди, которые подключаются ко мне на фейсбуке. Я очень надеюсь, друзья, что связь хорошая. Если что, я переключусь... Если что, я переключусь на... на мобильный интернет. Так, подождите. О! А! Я думаю, что такое мерещится голос Юрия мне уже. А оказывается, он под окном разговаривает с Саникой. Итак, дорогие мои друзья, слышно, видно? Добрый день! Всех приветствую! Всех приветствую, друзья! Мы сейчас тут с вами немного, буквально одну минутку просто немножко поговорим для того, чтобы успели подключиться и другие участники. Так, одну секунду. Мне кажется, теперь Юрий меня зовет. Так. А, ты Анику зовешь? Давай я тебе дам. Давай я тебе дам. У меня уже вебинар начался. Ты дашь ему кричать? Давай, хорошо. Все, друзья, я здесь. Я никуда не вжал. Он просто пошел, Юрий, у него нет ключей. И вот он отчаянно просит помощи. Может быть, он сейчас к нам тоже присоединится и прокомментирует свои вебинары. Итак, теплый-теплый привет, друзья, всем из пасмурного Таллина. Вот тем, у кого солнышко и 32, посылайте немножко его в нашу сторону. У нас пасмурное тело специально к окну для того, чтобы хоть немного света падало на лицо, потому что если я сяду туда вглубь, за стол, то будет очень сильно затемен. Спасибо, Заняка. Давай, я закрою окошко. Все. Итак, я для вас подготовила несколько вопросиков. Как я и писала на сайте летней школы, хотелось бы с вами прежде обсудить, как вы провели лето. Мы привыкли с этим вопросом обращаться к нашим ученикам. До того, как мы с вами вольемся в учебную работу, я бы хотела этот вопрос задать и вам, друзья, как вы провели лето. У меня для вас было подготовлено, были подготовлены... Так, сейчас, секунду, я вам даже продемонстрирую их. Вот, смотрите, вот те, кто сейчас в вебинарной комнате, друзья, вы, наверное, видите у себя на экране первый вопрос, который я хочу у вас спросить. Ага, Алёна пишет, радуемся каждому дню августа. Замечательно. Я тоже. Каждому дню августа радуюсь, друзья. Хотя, вы знаете, я для себя заметила, что когда ты с отдыха возвращаешься домой, то для меня перестаёт даже в какой-то момент играть значение, какой день недели, какой месяц. Как-то вот он каждый день для тебя, вот на твоей родине, в твоей стране, вот такой вот и обыкновенный, и особенный одновременно. Я даже заметила для себя, что я не жду больше пятниц. Раньше для меня пятница был какой-то день особенный, а сейчас я с удивлением могу... О, пятница же! О, надо же! А я даже и не заметила. Это вот так вот отдых, когда за границей ты так отдыхаешь усиленно, вот потом это влияет на твоё ощущение пребывания у себя в стране. Итак, коллеги, отдыхали вы за пределами своей страны? У нас тут 17% из тех, кто уже подключился, это да, и 29% нет. Значит, отдыхали в пределах своей страны. Марта пишет... Юрад, привет! Ты можешь к нам подключаться? Привет! Я тебя точно позову, когда буду говорить о твоём вебинаре. Для меня лето стало знаковым. Я наконец-то решила реализовать свою мечту и подержу пропятницу теперь просто каждому дню радость. Замечательно! А по коду прохладно курточки достали уже. Да-да! У нас так же. Мы летнюю одежду уже всё с детьми убрали, хотя они мне говорят, мама, так вроде как лето. Я говорю, ну вот, может быть, лето, а летнюю одежду мы уже убираем, потому что одеваться нужно уже точно не по-летнему. По-зимнему. По-зимнему, да. Ну вот, Юрий, его не видно, но вот он в свитере джипери и в куртке за моей спиной ходит. Так, я сейчас отключу себя вайбер на компьютере, потому что он мне тут отличает. Так. Это я тебе сейчас писал. А, это ты мне писал. Ага. И я одну секунду приключусь на наших коллег, которые меня сейчас на трансляции смотрят на Фейсбуке. Так, добрый день, добрый день, друзья, и вам. Лето ещё длится хорошо, но мало. И всех приветствую. Хорошо. И вот, друзья, ещё один тогда вопрос. А, вы уже на него успели ответить. Книги летом успели почитать? Ну вот, давайте посмотрим, чем у нас учителя летом занимаются. Да, несколько книг прочитали, одну книгу прочитали. Нет, не успели. Вот никто не выбрал, отвечу в комментариях. Я специально оставила вариант ответа для того, чтобы что-то своё можно было бы выбрать. Итак, Диана пишет, и книги прочитала. Вот кто из Украины 35-40, друзья. Я не знаю, о чём вы говорите. Вообще так бывает. Так, хорошо отдохнула, много путешествий. Погода в Питере теплее, чем в Таллин. Правда. Я была уверена, кстати, что Питер, что Таллин, примерно одно влияние Балтийского моря, а в Питере даже потеплее. Вот это да. Ну, в общем, мы тут северные люди. Мы тут со своим... Только в Финн ещё вот. У финнов ещё холоднее, чем у нас. В этом я убедилась сама лично. Хорошо, друзья. Ну, я думаю, что те, кто успел, те подключились. Я переживала, что не хватит мест в вебинарной комнате, а у нас, у коллеги, места ещё достаточно. Видимо, те участники, которые зарегистрировались, они не успевают присутствовать, не могут присутствовать. Это онлайн и будут присутствовать в записи. Тогда вот всем тем, кто будет смотреть в записи, коллеги, я шлю огромный привет. Так, сейчас поставлю свою заставочку. Вот пусть будет вот такая вот красивая заставочка. И давайте мы с вами приступим уже к содержательной части и нашей сегодняшней встрече. И я расскажу, что же это за формат такой летней школы я выдумала. Пришёл он мне в голову ещё в июне. И весь июль ушёл на технические работы, на продумывание вебинаров. И мне хотелось именно в августе запустить эту летнюю онлайн-школу. Не хотелось запускать на той неделе, когда мы с вами уже выходим на работу. Друзья, вы ведь ещё где-то, наверное, с 19-го выходите на работу, верно же? У нас, по-моему, в Исхоне где-то так, с 19-го, 18-го, 20-е, там в зависимости по календарю, на какой день выпадает. Где-то за две недели до начала учебного года мы выходим на работу. Вот 22-го, 30-го, 26-го, о, 19-го, уже сегодня кто-то вышел. Ага, значит, в каком-то совпали. Вот я хотела успеть эту онлайн-школу, уже вышли, пишет Алена. Тогда вместе будем с вами в эту учебную работу и в рабочий настрой вливаться. Мне хотелось запустить чуть раньше для того, чтобы мы уже начинали думать в направлении нашей учебной работы и планирования. И я понимаю, что учебные планы мы с вами составлять точно умеем, и мы эту работу однозначно проделаем, и нам нужно ее проделать к концу августа. Хочется иногда получить каких-то идей, вдохновения, зарядиться каким-то, может быть, позитивом, энергией. И вот для этого, именно для этого мне хотелось запустить эту нашу летнюю онлайн-школу. Я выбрала... А, Юля, ты здесь... Я тебе мешаю здесь, наверное, да? Давай я тебя уйду. Нет, не мешай. Хорошо. Хорошо. Просто пульчайник начинает работать. Он надолго у нас, нет? Хорошо. Главное, чтобы меня было по-прежнему слышно. Так, на второй уже две недели как работаем? Вот это да. От какого числа? Это сначала в августе вы уже работаете? Да. А почему так? Почему так рано? Это где? Это в каком городе? Сейчас узнаем. Санкт-Петербург, вот это да, уже в августе. И каждый день на работу или есть возможность прийти по здоровью? Есть возможность в два дня на неделе сходить, в три дня на неделе? Или каждый день? Два-три дня, понятно. Хорошо. Так вот, друзья, я продолжу. Я поначалу думала сделать летнюю школу таким одним-таким мини-курсом, таким интенсивом. Интенсивом. Мне прям даже слово так понравилось. И я придумала такое название «Семь дней интенсивного обучения в летнюю онлайн-школу мастерской Марины Курвиц». Но потом я посовещалась со своей коллегой, со своей помощницей. И она говорит, что Марина, она увидела вот эту вот мою фотографию, которую вы сейчас видите на заставке. И она мне говорит, что Марина, пусть это будет не интенсив, пусть это будет вдохновение, радость, спокойствие, энергия, идея и так далее. Ей эта фотография навеяла сюжет книги Рэя Брэдбери «Вино из-за дуванчиков». И тогда, и тогда я подумала, что действительно, пусть это будет не интенсив, где много-много-много вебинаров, которые учитель каждый день проходит. Пусть это будет много разных вебинаров, не связанных между собой, не объединённых одной идеей. Нет, да, который не должен учитель обязательно пройти по очереди. Пусть каждый выберет именно то, что ему ближе, то, что ему больше всего нравится, то, что его зажигает. И решила попробовать такой формат. Впервые, скажу честно, пробую. Но вот сейчас понимаю, вот нахожусь с вами в бинарной комнате и понимаю, что вебинары, если честно, мне бы хотелось запускать ещё. Вот эта вот система опросов, которую здесь можно проводить, вопросов, которые можно задавать, здесь видео можно транслировать, презентацию само собой, разумеется, можно показывать. И также можно экран расшаривать. Вот мне кажется, что этой возможностью, друзья, я обязательно воспользуюсь. Итак, Виктория пишет. Добрый день, рада к вам присоединиться. Друзья, я на секунду переключусь на Facebook-страницу, посмотрю, что у нас здесь. И тогда буду комментировать кратко каждую встречу, которая у меня запланирована в рамках летней школы. Витя пишет. Только летом художественные книги и можно почитать. Я, скажу честно, лето потратила не на художественные книги, а всё-таки опять на профессиональную литературу художественные. Так и не дошли руки, хотя, например, Рей Брэдери можно было бы и перечитать. Так, не могу попасть в вебинарную комнату, смотрю на Facebook. В вебинарную комнату попасть можно было через регистрацию, ссылка пришла на почту. Ну, в принципе, сейчас это не имеет значения, если смотрите уже на Facebook, то можно и здесь. Так, 28-го на работу. Да-да, очень хочу, пишет Елена. Это Елена вот пишет относительно чего? А, уже работаю. Вот я только хотела спросить. Это относительно работы, знаете, вы, например, ловите такое ощущение, когда ты отдохнул настолько хорошо, настолько качественно для себя, что тебе уже хочется выйти на работу. Юраш, у тебя есть такое состояние? Нет, еще не поймал? Мы все время работаем, ученые. Он говорит, что он все время работает, поэтому он не понимает, о чем я сейчас говорю. Ну, вот, друзья, есть такие, кто здесь, кто словил такое состояние, когда действительно очень хорошо отдохнул и ждешь того дня, когда ты выйдешь на работу, когда уже новый блокнот есть, новые ручки купил, канцелярию купил, кабинет свой начинаешь подготавливать, уже парты расставляешь, мечтаешь, думаешь, планируешь, уроки составляешь и так далее. Так, я вижу, что сейчас шесть человек пишут. Я немножко приоткрою балкон, а то мне жарковато. Надеюсь, шумно из-за этого не будет. Так, да, пишет Диана, уже соскучилась. Марта пишет, работаю без перерывов, работаю онлайн, удовольствие каждый день. Это ближе к моему варианту. Хотя уже скоро, со следующей недели у нас уже пойдут очные курсы. Очные уже будем работать сначала с учителями, а потом уже со студентами. Да, есть, отдыхала на Байкале. А, здорово, я очень хочу на Байкал. Причем почему-то мне туда хочется именно зимой. Хочу увидеть это замерзшее озеро. Так. Вот это, кстати, Ирина, это была моя цель. Если кто-то еще на работу не хочет, то, друзья, я надеюсь, что вот в рамках летней школы мы тут зарядимся достаточно позитивом, что нам захочется уже идти на работу. Итак, ну что, вы пока пишите про отдых, друзья, а я начну вкратце комментировать тогда наши вебинары и о чем пойдет речь. Так, я тут себе начеревкала, как бы мне удобнее смотреть. Итак, смотрите, вот уже завтра, 15 августа, завтрашний день будет посвящен теме исследовательского обучения. Вообще тема, которую я выбрала для летней школы, это те темы, которые я почему-то по каким-то причинам не успеваю затрагивать на страницах своей мастерской. Я не выхожу с этими темами в эфир, я не запускаю курсы по этим темам, и даже публикации у меня особо на эти темы нет. Хотя каждый очный курс, если это долгосрочный курс для педагогического коллектива, каждый очный курс мы обязательно с Юрием включаем в тему исследовательского обучения. Мы всегда берем этот сценарий, и особенно для учителей, естественно, научного цикла, этот сценарий очень актуален, и по нему мы учим разрабатывать задания и планировать организовывать учебную деятельность на уроке. Безумно интересный сценарий, и почему у меня не доходят до него руки, я не знаю. И я понимаю, что по-хорошему хотелось бы отдельный курс, но точно не в этом году пока. Поэтому пусть это будет вебинар, я посмотрю на ваш интерес, я посмотрю на ваш запрос, я посмотрю, насколько выльется, что ли, этот вебинар в моей голове, может ли вообще он выльется в моей голове, например, в какой-то курс. И если да, тогда я точно накидаю эти пункты, и, возможно, до следующего года я этот курс запущу. Ну вот, завтра в 12.00 у меня будет такой вебинар-лекция, такой классический вебинар «Говорящая голова», конечно же, с интерактивом от участников, я буду задавать вопросы, вы будете задавать вопросы. Но я расскажу, друзья, все, что на сегодняшний момент я знаю об исследовательском обучении. Расскажу про разные сценарии, потому что исследовательское обучение можно провести разными способами, каждый из вас выберет тот, который ему больше всего подходит. Расскажу про разные этапы и обязательно приведу примеры. И примеры будут касаться как основной школы, так и гимнастических классов, и начальной школы. Один вебинар будет в 12.00, другой в 16.00. И вот тот, который в 16.00, друзья, это уже будет такой мини-курс в формате вебинара. Там будет работа идти ровно по такому же принципу, как я обычно с вами работаю на самом курсе. Я выдаю какую-то информацию, даю вам задание, вы его выполняете, вы его присылаете, и я предоставляю свою обратную связь. Вот здесь мы это все будем делать онлайн. Тут мы не будем уходить на домашнюю работу, отключаться от вебинара для того, чтобы выполнить. Тут мы постараемся работать прямо в режиме онлайн. Посмотрим тоже, что у нас интересного получится вот из такой формы работы. Я буду вам, я уже не буду говорить то, что я говорила на первой, чтобы на первой встрече, да, в 19.00, чтобы на это просто не уходило время. Я буду вам давать вопрос, давать задание, время, и вы будете обдумывать, сидя по ту сторону экрана, и свои ответы писать в чат. Я буду их читать, предоставлять обратную связь, и таким образом к концу нашей встречи, когда мы с вами все-все-все шаги, все задания выполним, друзья, у вас уже будет схема или план вашего урока, где учебная работа организована по сценарию исследовательского обучения. Это может быть спланирован как один урок, а может быть два. Практика показывает, что когда задание и форма работы становятся для учеников интересной, вовлекающей, то всегда мы выходим за рамки нашего урока, за рамки 45 минут. Если у кого-то урок подлиннее, у кого-то 75 минут урок может быть, тогда вам проще организовать вот такой урок, потому что у вас гораздо больше времени. Так что можно спланировать как один, так и два урока. И мы с вами спланируем все, друзья, и тему, и задания, и то, каким образом поддержать этот учебный процесс. И если надо будет, то и продумаем, каким образом его оценить. Это завтрашний день. Это завтрашний день исследовательское обучение, два вебинара, 12.00, 16.00. И стоимость у первого 6 евро, у второго 9 евро. Друзья, скажите, нужно ли мне кидать в чат ссылки на формы для регистрации? Или вам известно, где найти? На всякий случай спрашиваю, потому что вдруг так окажется, что я сейчас о чем-то говорю, а вы думаете, где же искать эту информацию, где найти форму для регистрации? Всем тем, кто зарегистрируется, я сегодня отправлю письмо. Обязательно бросайте. Все, тогда, друзья, сейчас одну секундочку, я отвлекусь, брошу вам ссылки, я сейчас их скопирую. Первая ссылка, первая ссылка, бросаю, она на... Так, сейчас, одну секунду, ага. Кому-то известно, кому-то брошу. Первую ссылку, которую я вам сейчас бросила, вы видите ее у себя в комментариях, она на лекцию по исследованию обучения, и вторая, это уже на практику будет. Сейчас брошу вторую и продолжу. Вижу, что Диана пишет, что я зарегистрировалась уже на перевернутый класс, добро пожаловать. Про перевернутый класс сейчас тоже прокомментирую. Так, вот, и вторую, друзья, бросаю. Так, и возвращаюсь в бинарную комнату, вещаю, вещаю отсюда. Так, и на секундочку переключусь к нам сейчас. Ага, Лариса пишет, на работе. Вот у нас уже много коллег вышли на работу. Так, да, нужно все, друзья. Уже зарегистрировалась, письмо на почту пришло. Все, отлично, друзья. И сразу же говорю, что если проблемы возникнут с оплатой, друзья, пишите мне. Пишите, сейчас у меня уже есть несколько писем в почте, я всем отвечаю, сразу же всем отвечаю. И особенно те коллеги, которые из Эстонии. Которые из Эстонии. Я знаю, что именно для коллег из Эстонии возникла проблема с оплатой. Пишите мне лично, мы что-нибудь с вами точно придумаем. Всегда могу и счет на школу выставить, если школа оплачивает ваше участие. Итак, друзья, с этим разобрались. Смотрю, что вопросов у вас по этому сценарию, по этой встрече, по этому вебинару нет. Елена, как оплатить? Вот после того, как вы зарегистрируетесь, вам придет от меня письмо, где будет предложено несколько способов оплаты. И у меня сейчас очень удобная система оплаты для тех учителей, которые выплачивают в рублях, оплачивают в российских рублях, и для тех, которые в гривнах. Вот там очень удобная система оплаты придумана. Вот тех, кто из других стран, мы лично договариваемся. Временно не работает у меня на сайте PayPal. Он капризничает очень сильно, никак не удавалось его настроить с моим помощником. Мы мучились, мы мучились, и убрали его сейчас с сайта. Но если кому нужна, я могу дать просто личную ссылку. Но на сайт ее никак нам не встроить. Так, поехали дальше. Поехали дальше. Хорошо, Лариса, поняла. Сегодня сделала оплату. Итак, далее, друзья. Кстати, на Facebook, когда захожу, я вижу там застывшую картинку. Друзья, очень надеюсь, что на Facebook вы видите меня все-таки в движении. Они в такой какой-то позе. Итак, следующий, друзья, пятница. Пятница, 16 августа, 12.00. Создание лэпбуков. И называется этот мастер-класс. А это будет уже мастер-класс самый настоящий. От идей до реализации. Друзья, этот вебинар я проведу с экспертом, у которого этих лэпбуков создано больше ста. Она сама лично создала больше ста лэпбуков и научила учителей эти лэпбуки, учеников эти лэпбуки создавать. Пройдет эксперт Наталья Ивановичева. Это STEM-педагог. Очень интересная и харизматичная девушка. И мы с ней весной, это весной, пересеклись на конференции. И вот у нас зашла речь о том, что мы могли бы, честно говоря, скооперироваться с ней и совместно что-то сделать. Мне безумно понравились ее лэпбуки, которые она на тот момент мне показала. Кто-то следит за мной в Инстаграм, вы, наверное, видели эти сторисы. Я там заснимала все, что только можно было заснять. Я понимаю, что друзья, которые за мной следят в Инстаграм, они меня уже потеряли, потому что они поняли, о, к Марине лучше в сторис не заходить. Там все для педагогов, только вся информация. Но я понимаю, что если бы я только бы интересовалась этой темой и понятия не имела, как это создавать, как использовать в учебной работе, я понимаю, что каждая для меня вот такая вот история, каждая картинка с этого лэпбука, живой чей-то рассказ был бы невероятно ценен. Поэтому снимала все в сторис активно. Так вот, проведу я с Натальей. Мастер-класс будет длиться коллеге два часа. И на этом мастер-классе нужно будет, до этого мастер-класса, нужно будет сделать небольшую предварительную работу. Я не могу вам отдать, что мне? Совершенно верно. Будет тем, кто зарегистрировался, выслана инструкция. Вам нужно будет подготовить и цветную бумагу, и клей, и ножницы, и белый лист формата А3. И также нужно будет распечатать шаблоны, которые Наталья заготовила специально для участников летней школы. Нужно будет их распечатать, потому что прямо во время эфира вы, друзья, возьмете ножницы, бумагу, и по инструкции Натальи будете создавать свой лэпбук. Он будет тематический, он будет по определенной теме. Какая тема, я пока не скажу. Я все раз с Натальей разговаривала по телефону. Она мне в полном восторге объясняла свои идеи. Мне очень понравилось то, что она говорила. И мне будет безумно интересно посмотреть, как мы будем работать. И я буду работать, кстати, вместе с вами. Я буду ровно так же все это делать. И если у меня будет что-то не получать, я буду задавать вопросы. И вы будете вопросы также задавать сразу Наталье. Вот без лэпбука, друзья, с этого мастер-класса вы не уйдете. У каждого должен быть по окончанию свой лэпбук. И Наталья подготовила универсальный шаблон. Универсальный. Это значит, что сейчас, пользуясь этим шаблоном, вы создадите свой тематический лэпбук по той теме, что Наталья для вас заготовила. А затем вы можете его использовать уже со своими учениками на любую тему. Его можно использовать как в начальной школе, как в основной, как в гимназии, так и в университете. У нас с Юрией был опыт работы со студентами, когда наши студенты работали с лэпбуком. И вот, кстати, буквально два дня назад в мою сокровищницу математическую, как называют ее коллеги, которые видели ее в Instagram Stories, в наш склад различных математических и дидактических игр заходит моя коллега, образовательный психолог, и видит вот эти лэпбуки, которые создавали мои студенты, наши студенты-магистранты, которые я подвесила на стенд. Она ими так заинтересовалась, я ей объяснила, в чем суть, и объяснила, какую работу делали наши студенты. И она говорит, Марина, меня должен кто-то научить. Меня должен кто-то научить делать так же, потому что мы работаем, у нас очень интересные лекции, связанные с образовательной психологией, с работой психикой, с работой мозга, с поддержкой ученика, с поддержкой его развития. Они работают с будущими педагогами. И она говорит, что ты знаешь, я только сейчас понимаю, что мы как-то так мало используем таких интересных методов в своей работе, вот таких вот активных, интерактивных. У них такой формат все время очень активной лекции, они очень хорошо умеют вовлекать в беседу, в дискуссию, в диалог с своих студентами. Я сама была на их лекции, поэтому знаю, как они работают. Но она говорит, ты знаешь, меня кто-то должен этому точно научить. Вот кто-то, я тоже так хочу уметь. Итак, это, вот Ирина пишет, я не могу по этой ссылке зайти, там просто картинка и все. Друзья, сейчас я открою, что неправильная ссылка. Давайте так, Ирина, я сейчас не буду проверять эту ссылку. Смотрите, я сейчас скину ссылку на летние школы, и вы там тогда, сейчас секундочку, сейчас я его копирую, вот, и вы там тогда прокрутите страницу ниже, найдите этот день завтрашний и зарегистрируйтесь там тогда. Вот, потому что вдруг действительно я скопиловала как-то неверно. Такое может быть. Я, кстати, по-моему, уже кому-то тоже ссылала ссылку. Вроде копируешь один и тот же адрес, но почему-то что-то там не срабатывает. Может быть, какой-то символ или пробел лишний я захватила. Кстати, может быть, действительно пробел есть, друзья, если пробел в начале удалителя, в конце, тогда ссылка сработает. Вот. Так что, друзья, вот тех, тех, кого интересует тема лэпбуков, и кто хотел бы сам попробовать его создать, вот, скажу честно, рекомендую. Я сама с удовольствием жду этого дня. Мы с Натальей встречаемся в Сталинском университете, и мы будем проводить с аудиторией Сталинского университета. Вдвоем сядем с ней за стол, и будем, друзья, с вами два часа работать. Конечно же, мы сначала расскажем о том, что такое лэпбук, как его можно использовать на работе. Наталья с собой принесет 50 шаблонов. 50, друзья! Я думаю, что если начать, если демонстрируешь перед камерой, уже много времени на это уйдет. Шаблоны по... ой, лэпбуки по разным темам, которые можно применить на разных уроках. И на уроках математики, и географии, и химии, и в начальной школе, например, на уроке природоведения, на уроке родного языка и так далее. Действительно, применение у лэпбука очень-очень широкое. Можно найти. Так что, друзья, вот всем, кому интересно, тогда приходите туда. Сейчас переключусь на секундочку на Facebook, посмотрю, есть ли тут какие-то вопросы. Нет-нет, есть люди, которые подключаются. Всем теплый привет всем, кто подключается, друзья. И я продолжаю говорить дальше про наши вебинары, которые я провожу в формате летней школы для педагогов. Итак, следующие, друзья. Вот сейчас я позову Юрию на помощь. Благодарим, Благодарим. 17 августа, суббота, 12.00. Друзья, Юрий, я вместе с Юрием проведу вебинар, на который я его уговаривала... Я вам сзади полик твежу. Вот так я поставлю сейчас, на который я уговаривала его очень долго, все лето. И назвали мы его... Это был единственный выходной у меня свободный сейчас, который я хотел сделать. Хотел поехать беременную. Ну, а проведешь вебинар, который мы назвали «Чему учить на уроках математики». Вот как я написала, друзья, вчера в своей публикации, я правда искренне рекомендую это всем тем учителям, которые преподают математику. И сегодня мне задали вопрос, подойдет ли это для учителей начальной школы, которые тоже преподают математику. И, друзья, подойдет. И тем, кто зарегистрируется на эту встречу, я вышлю предварительно письмо, вполне возможно, с опросом, где я попрошу вас указать, в какой учебной ступени вы работаете, потому что в зависимости от этого Юрий тогда подберет соответствующие примеры. Но я могу сказать, что те студенты и те ученики, которых мы с Юлей встречаем, или, например, я одна где-то работаю, потом у меня спрашивают, у вас фамилия Курвиц, а вот вы знаете, Юрий Курвиц, вот так оказывается, что это мой супруг. И тогда вот его бывшие ученики и студенты говорят о том, что Юрий уроки математики – это были как уроки жизни. Вроде бы на математике говорим, вроде бы даже математикой занимаемся, а ты понимаешь, что ты вышел с этого урока, и ты что-то приобрел для себя ценное. Ты сделал какой-то себе небольшой такой, свой маленький, level up, небольшое свое собственное достижение. И у Юрия был ученик, когда он еще работал в школе, у которого с математикой отношения не складывались от слова совсем. Ну вот, ну совсем. И он это понимал сам. И при этом он прикладывал усилия. Нельзя сказать, что он не работал на уроке. Он прикладывал усилия, Юрий прикладывал усилия. Ну вот, математика у него просто не складывалась. Но при этом он приходил на урок с хорошим настроением, несмотря на то, что с математикой отношений особо нет, и уходил с хорошим настроением. И сидел за первой партой. И сидел за первой партой, кстати. Прямо с моего стола сидел. Прямо с моего стола сидел. И наслаждался. И когда сходил с хорошим настроением. Да, тяжело давалось математикой. Но свой, я завел, он делал, скажем, с 2 плюс на 3 минусом быстро переходил. Но при этом человек получал удовольствие от самого процесса, друзья. Он стал очень хорошим поваром. Но отец у него уже в те времена был по Эстонии известный повар. Он работал на самую большую вечеринку, как говорится, и вел телепередачи. То есть тогда не в генах был повар у него. И мы эти передачи смотрели. Да. И вот на этой встрече Юрий расскажет, поделится своим опытом. И коллеги, я очень надеюсь, что он представит, Юрий, ты планировал, представить свою модель? Ну да, это, скорее всего, моя модель. Это теоретики всего мира работают. И ты просто берешь что-то и смотришь, что сходится. Своим мнением. И адаптируешь. И адаптируешь, чтобы в тебя. Конечно, на самом деле, эта модель в этом смысле очень удобная. Потому что всегда возникает вопрос, что же преподавать на уроке математики. Чем должны дети заниматься на уроке математики? И как-никак мы всегда сваливаемся в заданиях. Потому что это самая легкая единица, о чем говорить. И, наверное, и мы. У нас будет очень краткий же этот ребенар. Ну посмотрим, конечно, как пойдет. У нас по времени, друзья, я планирую час. Но я точно знаю, что если будет много вопросов, то Юрий будет не остановиться. Ну то же самое. Мы тоже сделаем вопрос в модели же. Модель, которую мы попытаемся с вами рассмотреть. И, может быть, даже вы попытаетесь накидать прямо в эфире разные задания. Я могу вам сказать, что какому математическому процессу он принадлежит и какой когнитивный уровень. Когнитивный уровень, сразу можно вам забежать, сказать, что мы не будем блум заниматься. Блум достаточно тяжело. Очень тяжело. Там, особенно высокие степени, по-русски сказать, тяжело. Уровни. Уровни, да. Как их различить между собой. Это достаточно большой вызов. И мы возьмем, опять же таки, учеными разработаны более легкие модели когнитивных уровней. У нас будет три когнитивных уровня, три процесса математических. И вот будем, наверное, вокруг их плясать. Потому что это очень конкретно позволит вам, как бы, чуть-чуть свою голову будоражить и понять, чем вы в основном занимаетесь на уроке математические. И что у вас, кстати, чуть-чуть осталось на задний план. Это, наверное, так красно сказать. Наверное, мы сделаем с вами на такое более практическое задание. Это такое интерактиво будет много. Наверное, я вам добавлю задание говорить, как вы думаете, какому процессу это принадлежит, какому когнитивному уровню это принадлежит. И у вас, кстати, вы можете готовить задания какие-либо. Да хоть четвертый класс, на самом деле. И мы можем обсудить, какому процессу это принадлежит. Но, на самом деле, очень часто уроки мы решаем достаточно комплектное задание, которое там несколько процессов задействовано. Но нужно все три, на самом деле, развивать. Как и психологи, ни одно компетенция сама по себе не будет развиваться. Ни одно умение. Ни одно умение. Это, значит, надо все гиперазм, да? Это надо направлено прикладывать усилия, чтобы это развивалось. А что мы поговорим на самом начале, мы думаем о том, что такое вообще математика в современном школьном мире. И что от нас ждет общество, чего мы наши дети должны уметь в смысле математики после 12-го класса или 11-го класса. Соответственно, в какой стране живете, вкратце, и потом подумаем, как это можно теперь перенести на уровень класса, на уровень урока. И что это означает, что мы на уроке должны делать. Наверное, это очень важно, потому что все говорят, что то, как математики преподовали 300 лет назад, и то, как преподавают сейчас, это не может быть копипейк, в силу того, что технологии очень сильно развиваются в последние 20 лет. И многие являются над вопросом, что же нужно изменить в школьной математике и ее преподавании, чтобы мы не свалились, как многие говорят, что назад, а чтобы это был шаг вперед. И от этого было бы польза и обществу, и человеку, в частности, и этот человек, который закончил школу, он смог спокойно пойти на технический вуз, на инженера учиться, и у него не было бы проблем. Очень часто им можно услышать, что технологии развиваются, дети глупеют, и теперь с ними нечего делать в университете. На самом деле, все зависит от того, как мы с ними работаем и над чем мы работаем. Если мы занимаемся с вами такой математикой, которую можно с помощью Вольфа-Мальфа или Фотомаса решить почти 100%, то, конечно, да, это проблема. Это огромная проблема. И у нас будет не очень приятное будущее в целом. А если мы поставим какую-то другую цель, то мы можем достигнуть таких успехов, которые нам не снились. Так что вот в этом мы поговорим с вами. В субботу, непринужденные в форме. Наверное, мы, может быть, какую-то презентацию с Мариной создадим, чтобы на русском языке какие-то спалили были. И обязательно, наверное, примеры привезем. В конце концов, мы будем говорить о разных математических процессах и разных когнитивных уровнях. Ну, забегу вперед. И одних, и вторых три. То есть модель будет три на три. И матрица, получается, с девятью ячейками, получается, или с элементами, если говорить о языком алгебраиста. Ну, друзья, ой, друзья, Юраш, будет верно, если я скажу, что, в принципе, научившись создавать задания, опираясь на вот эту модель, задания настолько выходят за рамки привычных шаблонных заданий в рамках курса математики в школе, что, в принципе, с этими заданиями ученик может свободно использовать гаджеты. И эти гаджеты, в этом случае, являются действительно помощниками. Но при этом ученик должен думать. Дело в том, что эти задания, они же разного уровня. И некоторые из этих заданий тип их подразумевает, что их по-другому не решить с помощью гаджета. В наше время, когда я был учеником, что ли, если тебе нужно было построить какую-то модель, в каком виде я строил, алгебраистка, например, или геометрическая модель какую-то изобразил. А у нас же сейчас намного более крутые инструменты. Мы можем эту модель построить, то же самое, в Геогевре или в Десмосе. Так что очень классно. Потому что, в принципе, этот вебинар может быть интересен и другим членом. То же самое физики или химии. Потому что, в принципе, касающиеся уже такие области. И ту же самую математику используют и физики, и ту же самую математику используют и химики. Это может, в принципе, и быть интересно. Ну и для начальника тоже. Потому что очень важно не свариваться на уровне математики в прохождении программы нашей катастрофы. И второе, в чего нельзя свариваться, нельзя свариваться по готовке к экзаменам. Это вторая проблема. Вторая катастрофа. Да, вторая катастрофа. Это как первая катастрофа, так вторая катастрофа для меня. И для ребенка тоже. Только вот недавно слышал недавно, что в России исследование говорилось, что в принципе те, кто хорошо сдают ЕГЭ, в конце концов, в сентябре тестируют на более легких заданиях университета эти самые детей, которые сдали хорошо ЕГЭ, и их издоты катастрофические. То есть, это, знаешь, как удобный, знаете. Перед экзаменом их накачали, они сдали, выдохнули, и с этим вздохом уже все и ушло. Вот как сделать так, чтобы вздохом не все уходило, как говорится так, в принципе. То же самое, что Эйнштейн говорил про образование, по-моему. Школьное образование – это то, что останется у тебя, если ты забудешь все, что ты выучил в школе. Вот это то, что останется. И вот то, что останется, и нужно, как бы, на самом деле нам очень целенаправленно развивать. Вот такой вот сумбур получился. Нет, никакой не сумбур. Лично я все поняла. Лично я все поняла, что будет. Мне интересно. Я сейчас переключусь на Facebook, посмотрю, что у нас тут. Есть какие-то комментарии. Так, какова цена вебинаров в пятницу? А, это по лэпбуку 10 евро у нас цена. И получите два шаблона от тренера, друзья. Да, все. Вот я, извиняюсь, хорошо, что вы напомнили. Я забыла сказать про цену. Так. И тут, я смотрю, участники тоже вам пишут. Записи вебинаров обязательно останется. Так, на платформе Facebook. На платформе что-то глючит, перешла на Facebook. Вот это да. Жаль, если тут на платформе у нас что-то глючит. И вот я вижу, что сейчас здесь нам печатают участники. Вполне возможно, что будут какие-то вопросы. Мы тогда на них ответим. Попытаемся общаться. Слово не придумать. Да. Мы вымали в школе, как сказать. А. Насколько возможно ближе к школе. В школе не будем абстрактно рассуждать. Да. Пытаемся конкретно с нами говорить. Да. Чтобы это имело практическую ценность для учителя тоже. Да. Сейчас как раз таки, вот когда будем планировать уроки, вот это будет важная информация. Конечно, у нас, конечно, с Мариной вообще есть большой план запустить долгосрочный курс чисто для русской математики. Потому что мы ведем сейчас с Мариной первый год уже методику преподавания в основной школе для наших студентов в будущем члене математики. И мы думали, а почему мы делаем тот же самый курс для русскоязычной публики. Кто-то понимает по-русски. Да. И мы планируем запустить курс. Так что это тоже хороший вопрос. А, кстати, у меня спрашивали на Фейсбуке. Вот то, о чем ты будешь отдавать после этого вебинара под субботу и в понедельник. В понедельник уже? Или во вторник? Или во вторник? Я посмотрю сейчас. У меня будет сидеть. У нас даже идут. 20-го. 20-го числа Destiny стоит. Да. Вот. Это будет то же самое, что и куст, который мы с тобой запланировали? Ну, философия у нас, надеюсь, не изменится за два месяца. Идея будет, конечно, за это. Идея будет такая же. Но, видите, на курсе мы будем разрабатывать реальные материалы и вы будете, ну, прорабатывать материалы, которые у нас готовы. То есть вы будете проводить учеников тоже. То есть здесь мы с вами противостоствуем, чуть-чуть поговорим, кое-что фактическое поделаем, а курс все-таки он же продуман от начала до конца. Это будут у вас продукты, будут у вас, получается, мы будем в разную связь сдавать на себя продукты, будем вместе создавать продукты, которые соответствуют какой-то модели. Так что курс будет, ну, что-то похожее будет, что мы будем делать с инстудентами. Только инстудентами чуть больше мы делаем, потому что у них-то багаж меньше. А с вами чуть-чуть, первый шаг, как бы, мы пропустим более далеко пройдет. Так что да. Так. Это будет замечательно, пишет Динаида. В Facebook странно, что там все виснет. Меня это расстраивает, если этот GTS-комп будет вискнуть. Может быть, это интернет, конечно, хотя дома у нас хороший. Так, Елена спрашивает, исследовательское обучение будем рассматривать для всех предметов? Его можно, Елена, его можно рассматривать для всех предметов. Для всех предметов. Просто я сказала, что самое актуальное – это, действительно, для предметов естественно научного цикла. Но можно абсолютно для всех, это такая, я бы сказала, более-менее универсальная схема. Я даже не знаю, насколько она актуальна. Просто это inquiry-based learning, если взять по-английски. Да. Оно пришло из естественно-научного цикла. Да, да, да. Цикла природоведения, химия, биология. Так-то, конечно, эту философию можно использовать в рамках любого предмета. Да. Зачем вам рассказывать что-то по истории? Пусть дети сами ее раскопают и подумают. Играют пчелок. Да, да. Ага. Так. Добрый день. В летней школе упор на математику? К сожалению, нет. Нет. Как Юрий говорит, к сожалению, нет. Только будет два раза. Только два вебинара, которые будет проводить Юрий. И, ну, так как он эксперт в области дидактики и математики, то там будет упор точно на математику. Все остальные, все остальные, это не связано с математикой, они универсальные. Вепа тоже хороший вопрос, смотрю. А, будете ли еще планировать встречи в вебинар или мастер-классе с тренерами Вепа? Естественно, просто надо, не знаю. Ну, вот, насколько мы тогда стрин эту тему хорошо, глубоко, разносторонне рассмотрели, вот она сказала, что, в принципе, все, что у нее есть по этой теме, вот она в формате онлайн встречи выдала. Следующая ступень, следующая ступень, это, в принципе, обучение. Но обучение Вепа на данный момент только очное. И у нас даже в Эстонии, друзья, оно только для учителей начальной школы. Вот даже у нас есть, например, учитель даже 6-го класса, в основной школе захочет учиться, оно только для учителей начальной школы. Вот такие ограничения. И я даже не знаю, это нужно разговаривать с организаторами, а не с тренерами и менторами этой методики, потому что там нужно как-то именно эти административные дела, именно франшиза и так далее. Не так это все просто. Давай я закончу про математику. Да, закончу. Я думаю, субботный вариант, понятно, чем будем заниматься, да? А только с наступлением мне еще будет дать им вебинар про Десмосу. 20 августа, так что в наш 00, Юрий про Десмос тоже. Про Десмос. Немного могу вам рассказать Десмос в контексте Эстонии сейчас. У нас все экзамены переходят в электронную форму, вы не понимаете. То же самое экзамен по математике в основной школе и гимназии с конца 6-го класса и конца 3-го класса, они все переходят в электронную форму постепенно, там где-то среди просто, как вы понимаете, это большая работа. И есть у нас электронная система для проведения экзаменов, которая развивается. Может быть медленнее, чем хотели бы, но она развивается. И сейчас идут переговоры. Сквозь сегодня ночью мне пришло письмо из Десмоса, что Десмос согласен помочь нам бедрить, интегрировать точнее Десмос в нашу электронную систему проверки и знаний учащихся государственную. Так что сейчас мы будем работать. На следующей неделе у меня встреча с представителями просто наше государство, которое занимается тестами этими электронами. И мы будем уже конкретно расписывать шаги на бумаге, как внедрить, какое время и Десмос в нашу систему. Потому что Геогевра у нас уже есть, а теперь будет у нас Десмос тоже. Так что, слава Богу, мы движемся в данном направлении. Так что Десмос у нас будет в экзаменах. Это не будут экзамены, это будет э-тестирование, как вы понимаете. И их основная роль будет не давать оценку, а, как сказать, давать обратную связь. Обратную связь в цели формирующего оценения, в принципе. Так что у нас такая философия от Десмоса будет совсем другая. Она будет отличаться от экзаменов. Так что Десмос вначале у нас первый шаг, он будет интегрироваться просто как инструмент, с помощью которого можно решать создание. А дальше мы будем перейти так, чтобы Десмос стал умным. И Десмос стал бы сам проверять уже решения детей. То есть не надо вручную просто проверять, потому что это как бы по шагу у нас и делать. Ну, конечно, в интегрировании Десмос в нашу систему проверки знаний детей, это, конечно, нельзя не упомянуть. Человеку, который в Эстонии очень сильно, да не только в Эстонии, а вообще в русской личном пространстве очень сильно пропагандирует Десмос. Это люда развеситка. Потому что, в принципе, с ее телефонного звонка у меня пошла совместная работа с Десмосом из Америки. Так что классно, что мы знаем друг друга. Много лет уже. Да, много лет и все работает. Так что у этого есть хорошие перспективы. Так что кто-то смотрит нас сейчас из Эстонии, мы учителя математики. Имейте в виду, что такие разработки идут. Вы говорите, что узнаетесь в первый хуст. Так-то. И Десмос, конечно, очень крутой инструмент. Очень крутой инструмент. Геогебра крутой. Мы не будем ставить их рядом. Потому что я сам тоже же. Некоторые вещи я делаю в Геогебре, а некоторые вещи делают только в Десмосе. Так что мы тут не будем говорить, что лучше, что хуже. Оба крутых инструмента. Оба можно использовать. Но, может быть, даже по-разному мы пользуемся ими. Ну вот посмотрим, что мы успеем с вами в Десмос посмотреть. Там, наверное, надо обсуждать разные вещи. Во-первых, вообще, как сам Десмос работает как калькулятор. Что там можно интересного делать в нем. Потому что это и так классно. Кто-то показывает. Если можно самого забраться. Почему бы нет? А второе, наверное, может быть, мы должны с вами посмотреть. Если вы еще не знакомы. Конечно, спичер Десмос – это мощный инструмент. Обязательно. Очень мощный инструмент. Я думаю, мы будем сделать так, что вы будете в роли учеников. Запустим активность прямо онлайн. Да, да. Это было здорово. Вы будете в роли учителей. Ну, это наоборот. Учеников. 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 Я в роли учителя. И мы проиграем. Чтобы вы поняли, как это работает. Так что, я думаю, это будет интересно. И, опять же, такие тысячи Десмос, по идее, это можно и учителям физики тоже спокойно использовать. Потому что, если вас интересуют какие-то преддикции, как сказать, запомнили. Предсказания, что ли? Прогнозы? Предсказывают, да, на кофейной гуще. А физики. Они не предсказывают, они прогнозируют. Так что, да, там модели строят. Ну, то есть, понимаете, вы собираете данные, например, у вас там 8x, 8y, что-то там. А ребенку нужно, как бы, модель, как бы, предложить, которая описывает это, какую-то, ну, связь между двумя этими величинами. Так что, да, много чего интересного. Это не только, скажем, математика. И, как и ДЭСМОС, коллеги, это не высшая школа, это не гимназия, это не основная школа. ДЭСМОСом можно заниматься и в начальной школе. Совершенно спокойно. Там такие интересные активности можно придумать. Да, и там есть уже, кстати, очень много активностей. Опять же, Люда Рождественская, ну, и с ее коллегами, я, извините, всех именов просто не помню. Они очень много вещей перевели на русский язык. Так что, там очень много вещей на русском языке тоже есть. И это доступно в интернете. Да, это доступно в интернете. И, кстати, не надо забыть во время вебинара кинуть ссылку на тот ресурс, который создан по ДЭСМОСу на самом деле. А, хорошо. Это очень классный ресурс. И его надо смотреть. Так, это вот что касается математики. Так, сейчас я посмотрю, там на Фейсбуке были какие-то вопросы. Так, когда вебинар по математике? Итак, друзья, их будет два. Первый вебинар… О, Юлия Рождественская, очень знакомое имя. Я думаю, ты, наверное, на Фейсбуке уже видел среди читателей. Итак, первый вебинар по математике. Первый вебинар по математике будет 17 августа, 12.00. И будет он называться «Чему учить на уроках математики?», а второй будет 20 августа и будет касаться использования ДЭСМОС на уроках математики. И будет также 12.00. Итак, вот тут уже, да, пишут, будет ли информатика в начальной школе? Информатика в начальной школе не будет. Так. Смотрю вебинар для начальной школы, пишет Полина, хотя мы снимать, как и в средней и старшей школе. Это много идей адаптируют под нужный класс и под нужный возраст. Поэтому любая интересная информация будет полезна в той или иной степени. Так оно и есть. Так оно и есть. Я сейчас сказала, что я читаю книги из специальной литературы, но это не связано никак с темой педагогики. И несмотря на то, что оно даже близко не имеет отношения педагогики, оттуда я черпаю для себя очень даже хорошие идеи, которые приняю в этой области. Так. Хорошо. Вопросов больше нет. Так. Лена пишет, спрашивает, как осуществлять оплату. И, Лена, после регистрации сразу же придет ссылка. Если вдруг что-то не приходит, тут же пишите мне. Тем более, что мы с вами в чате, в Телеграме давно переписываемся. Пишите мне туда и скину необходимые ссылки. Надеюсь, запись обязательно будет. Запись обязательно будет. Да. Вот я сейчас тоже записываю. Я потом испытаю, как это работает. Но скажу честно, на всякий случай, друзья, у меня даже стоит камера. Я понимаю, что вдруг вот эта техническая платформа лукнется в один момент. И все, что я говорю, я записываю даже вот сюда. Поэтому, если вдруг не сохранит GetResponse, я всегда имею на всякий случай копию, вот записанную просто на видеокамеру. Итак, там, конечно, не будет экрана. Там будет непосредственно моя, так сказать, говорящая голова. Но информация точно не пропадет никуда. Итак, далее. Два вебинара с вами этих разобрали. И следующий, друзья. Вот 18 августа будет по проектному обучению. Вебинар о проектном обучении. Друзья, я вообще обожаю сценарий проектного обучения. И проектное обучение, то, о котором говорю я, это урок, который организован по принципам проекта. Это, опять-таки, один или два или три урока, которые идут подряд. И они организованы по принципу проекта. Это не проекты, которые мы делаем на несколько месяцев или, например, на целый год. Это не проекты общеклассные. Это проекты, которые могут быть как индивидуально для каждого ученика, организованные на уроке по математике, по истории, по географии, по физике и так далее. Или это, например, проекты групповые. Ну, как правило, проект все-таки подразумевает под собой групповую работу, распределение ролей. Мне интернет творится. А, интернет. Может быть, тогда поэтому и у меня здесь люди творят тоже не очень хорошие. Иногда нужно это делать. Тогда странно пропадает вебинар. Ой, интернет. Хотя у нас дома очень хороший интернет. Вообще, мы же так-то в Эстонии. В Эстонии хороший интернет. И в 12.00, друзья, будет вебинар по теме проектного обучения. Как организовать проект в своем классе. Как его создать, спланировать. Где я поделюсь вот всей той информацией, которой и примерами для того, чтобы вы смогли спланировать свой собственный проект. И у меня была задумка в 4 часа, так же как с исследовательским обучением, сделать практику по проектному обучению. Такой мини-курс, где вы под моим инструкциям этот проект разработаете. И когда я опубликовала сайт, я увидела, что на него нет регистрации. И я понимаю, что я предложила вам очень-очень много тем. И так как именно этот вебинар не очень заинтересовал участников, то я его быстро форму для регистрации убрала. Хотя после этого мне стали писать, Марина, я бы хотела попасть именно туда. Друзья, я думаю, что я вот такой вебинар по проектному обучению, там, где он будет организован как мини-курс. И там, где вы разработаете свой проект, прям вот в режиме онлайн. Я думаю, что я его проведу где-то через пару месяцев. Вот из летней школы я решила его убрать, потому что больно много я на вас различных тем спалила. Поэтому будет 18 августа в 12.00 по проектному обучению лекция, на которой я расскажу, как организовывать уроки, какие составлять задания, как, опять-таки, можно осуществлять оценивание, что оценивать, как оценивать и каким образом можно помочь ученикам. И также про командную работу, как вот в случае командной работы мы можем подойти к оцениванию, как мы можем помочь ученикам, как мы можем им донести эту идею, чтобы они понимали, каким образом осуществляется работа. Потому что в проектном обучении там немножко, точнее, немножко там кардинально отличается организация учебной работы от принципов построения урока, ну, скажем так, обычного и традиционного. Далее, следующий, друзья. По проектному обучению нет вопросов. Я сейчас быстренько переключу, переключу. Ага, да, вот Зесмос разбиралась, Ирина пишет. Чат вебинарной комнате подвисает. Друзья, это вот мне прям очень жаль, скажу честно. Очень жаль. Пишите, тогда переходите в Facebook, задавайте вопросы там. Очень обидно. И главное, что у себя на экране я не вижу, ну, никакого, никакой обратной связи о том, что, например, что-то где-то подвисает или... А когда ты будешь делать это завтра? Да, у меня будет только где-то из фон завтра, да. Я посмотрю, может быть, действительно... А может, если эта проблема, что у тебя область на детей будет, нет? Кто знает, может быть. Может, не за это выгодят проблему? Может быть. Ну, посмотрим, как завтра будет. Будем с этими техническими проблемами разбираться прям по ходу. Но, как я уже сказала, запись будет без этого. Без этого. Ну, вот вчера в университете я же запускала. Ну, ну... Может, интересно... Вопрос, интересно, нужно, если у них хорошая ляда была. Это с обоих сторон уже тоже. С обоих сторон, да. Так, ура, с вами. Ольга пишет. Ольга, к чему подключились? К какому курсу, ой, к какому вебинару подключились? Какое обучение пройдете? Итак, друзья, я говорю тогда далее. Так, вы такие энергичные. Субботы, воскресенье, вебинары. Ну, вот мне Юрий примерно то же самое сказал. Но, друзья, я вот тот сумасшедший, который, как я уже сказала, не отличает понедельник от воскресенья, пятницу от среды. И я вот буквально взяла 7 дней промежуток, чтобы каждый день были какие-то вебинары. И мне эта идея так понравилась, что мне даже в голову не пришло, что вообще-то бывают у людей выходные дни. Вот, друзья, скажу честно, мне об этом сказал только Юрий. Сказал, что, Марин, так это же суббота. Да. А, в комнате. Все, поняла, Ольга, что вы имели в виду. Итак, хорошо, друзья, следующее. 19-го. Тема, где накидаю себе пункты, лишь бы меня только не занесло. 19-го августа перевернутый класс для начинающих. Почему для начинающих? Потому что для тех, кто уже представляет, что такое перевернутый класс, знает примеры, слушал много моих видео на Ютубе, читал мои публикации, задавал мне вопросы и хочет наконец-таки просто сделать это для своего класса. Не важно, вы работаете в 3-м классе, в 7-м классе, в 12-м классе, неважно, какой предмет преподаете, вы просто хотите попробовать это сделать своим классом, чтобы у вас это сработало. Вот для этих людей у меня есть курс «Перевернутый класс от А до Я». осенью он стратует. А вот для того, чтобы понять, подойдет тебе действительно или нет, какую работу предварительно нужно сделать, какие трудности, сложности возникают с этим перевернутым классом, чем он оказывается прост, а чем он оказывается сложным. И действительно, как его можно применить в начальной школе, как его можно на уроках литературы, на уроках истории, на уроках математики использовать. Вот для тех, кто хочет именно эту информацию получить и ответы на свои вопросы, вот именно для них я делаю этот вебинар по «Перевернутому классу», который будет также в 12.00. У меня все вебинары в 12.00, либо в 16.00. И вы знаете, когда, например, мы с Юрием рассказываем про «Перевернутый класс по математике», то, как он перевернул свой класс, когда работал в школе с учениками, а затем он переворачивал своих студентов, и студенты прекрасно знают, что он с ними делает, какой он переворот с ними осуществляет. Когда ты делишься этим примером и слушают учителя-предметники, преподающие не математику, что-то другое, тогда они говорят, что, ну, понятно, математика, конечно, там действительно все легко. Ну, правда, ну, легко. Вот тут пример записал, на видео снял, я не знаю, теорию объяснил, да, вот они решают. А у меня, например, вот география, у меня история. Ну, вы понимаете, что это такой предмет, где ничего, ничего не запишешь, ничего не перевернешь. Затем встречаешь учителя-историк, который сделает сумасшедший переворот в своем классе, рассказываешь об этом опыте где-нибудь на конференции или на курсах, и тогда скажет учитель начальной школы. Ну, понятно, основная школа, гимназия, это все легко и просто. Но вот на самом деле я в начальной школе работаю, вот вы знаете, у меня вот сейчас вот такой класс, ну, вот с 1 сентября дали мне первый класс, и там, ой, как все непросто, вообще непросто. И там какое перевернуть, адаптировать надо, друзья. Нужно немножко адаптировать, и вот каким образом это можно сделать, мы с вами и поговорим на нашей встрече. Потому что сценарий этот можно адаптировать абсолютно под любой учебный предмет и под любую учебную ступень. Но я понимаю, что действительно непросто, вот как ты можешь адаптировать его для себя, непросто это увидеть. Это я прекрасно понимаю, друзья. Так, вы со мной сделали переворот оба, пишет Ольга. Ой, как интересно. Ольга, где мы вас перевернули? Расскажите. Так. Да, действительно, в вебинарной комнате мне сейчас на Фейсбуке пишут, что действительно на вебинарной комнате идет все время какая-то загрузка. Друзья, если вдруг что-то похожее случится у нас завтра на эфире, я придумаю какой-нибудь альтернативный вариант. Для тех, тех, кто зарегистрировался, для тех, тех, кто оплатил, придумаю какой-то альтернативный вариант. Быстро вышли вам какую-нибудь ссылку. Может быть, я не знаю, создам в Фейсбуке какую-нибудь закрытую группу, и там запустим прямой эфир. На крайний случай, если вдруг завтра у нас действительно интернет как-нибудь ухнется. Ну, очень надеюсь, что этого не случится. Так, друзья, перевернутый класс. Стоимость 7 евро. А ссылка на оплату придет после того, как вы заполните форму. Придет сразу же ссылка на оплату. И можно выбрать любой способ, который вам понравится. Через Яндекс.Аксу там очень много удобных способов. Прямо вот в несколько кликов и все оплату совершается. Так, сейчас смотрю-смотрю. Ага. Так, и, друзья, последний вебинар, который пройдет в рамках летней школы, 21 августа, также 12.00. Стоимость участия 6 евро. И связан он с использованием ментальных карт учебной работы в работе. А именно, как сделать обучение более эффективным за счет использования ментальных карт. Вот я тоже удивляюсь, почему у меня нет еще ни одной публикации на эту тему. Потому что ментальные карты – это тот инструмент, который я в своей работе использую регулярно. Когда я работаю с учителями на курсах, первое, ну не первое, скажем так, одно из первых, о чем я им всегда говорю, вооружить учеников инструментами для работы с информацией. Один из них – это ментальные карты. Когда я поступила в докторантуру, вот это буквально первый был инструмент, который дал мне мой научный руководитель, который сказал, вот карта ментальная, читаешь, составляешь, у тебя получается концепция, с ней приходишь, мы обсуждаем. И также, когда я уже в докторантуре училась и посещала различные учебные предметы, те педагоги, которые работали в духе перевернутого класса, вот они нам задавали читать. На дом мы не видео смотрели, мы читали предварительно до лекции, и по прочитанной информации мы создавали ментальные карты. И я сама на себе знаю, насколько эффективно использование учебных карт в учебной работе, насколько это эффективно для твоей собственной работы. учебной работы, которую ты проделываешь и для своего развития. Но единственное, что этому нужно действительно учить, пользоваться. Я помню, когда у меня дочка училась в классе во втором, она мне сказала, что ее домашнее задание составит, по-моему, ментальную карту. Вот я даже не помню, как учить это, или карту ума. И она мне спросила, что, мама, что это, с чего мне начать делать? Вот просто дать задание составьте. Это мы не научили ничему ученика. Либо они составят что-то не очень качественное, а бы как. Либо у них не получится это сделать хорошо, расстроятся, и всякие там разные могут быть последствия, да, либо не составят вообще. Вот этому процессу нужно учить. Для этого должны быть определенные стратегии. И вот именно об этом мы с вами, коллеги, на встрече, на вебинаре поговорим. И я думаю, что я для вас еще какие-то шаблончики интересные заготовлю. И, кстати, вот те, кто на исследовательское обучение пойдут, вот вам точно заготовлю чек-лист по проведению своего исследования в классе с фиксацией всех этапов. Вот это я точно для вас заготовлю, друзья. И для ментальной карты, кто пойдет на этот вебинар, тоже заготовлю шаблончики. Ссылку дам именно при встрече в вебинарной комнате. Дам ссылку, вы потом сможете распечатать. Ссылка, скачайте сразу документ, он останется у вас, и сможете потом использовать для распечаток. Так, Елена спрашивает, вы всегда используете ментальные карты в работе? Я могу ответить, что да, всегда, но это не значит, что я использую каждую лекцию, каждую встречу, например, со своими студентами или со своими учителями. Но это тот инструмент, который у меня всегда под рукой. И даже когда я со своими детьми делаю домашние задания, домашнюю работу, они уже знают, что бывают такие темы, бывают такие задачи, когда мы действительно берем лист или у нас есть, например, доска маркерная, мы берем маркер и начинаем чертить эти карты. Потом карта, когда уже сделана, у ребенка это уложилось, потому что до этого он смотрит, например, учебник истории класса 8, где вот мелким шрифтом текст, непонятно для кого написано, точно не для семиклассника, как я не знаю, с какого-то юридического, официального документа текст какой-то поставленный, ни сюжета, ни стори-тейлинга, там ничего нету. И ей кажется, что она абсолютно с этим не справится, и легче не читать, чем прикладывать хоть какое-то усилие для того, чтобы читаться текст. И вот при помощи этих карт она упорядочивает информацию, она уже не кажется, честно говоря, такой страшной, делает фотографию с этого, она стоит у нее в телефоне, и перед уроком она может открыть, например, на телефоне у себя, посмотреть, повторить, если, например, нужно будет потом что-то пересказывать на уроке или нужно будет контрольную писать, ну и просто освежить память. Так, лучше рисовать от руки или в программах? Тут все зависит от цели и задачи. Я, например, точно знаю, что когда я сама работаю, и я что-то читаю, изучаю, и мне эта карта понадобится потом, я ее создаю сразу в цифровом виде, сразу же. Если я понимаю, что у меня просто есть какие-то идеи, вот она тут чуть-чуть, тут чуть-чуть, здесь чуть-чуть, как это связать между собой, не знаю, я не открываю ни одну программу электронную, я все это делаю на бумаге, закидываю идеи, рисую стрелочки, и тогда потом у меня это как-то укладывается в какую-то концепцию. То есть здесь все тоже с задачей зависит. И, кстати, я обязательно с вами поделюсь на встрече теми, названиями теми сервисов, которые я использую. Они есть некоторые онлайн, есть некоторые офф, не оффлайн, десктопная версия, есть веб-версия, есть десктопная версия, а также есть инструменты, которые можно использовать совместно. Вот с учениками, когда я работала в школе, если, например, именно двоих нужно составлять такую карту, вот я им давала сервис, где можно совместно делать одну карту. И там так интересно даже, это сервис Poplet называется, и там я покажу вам потом, как мои ученики там работали. И очень интересно видно, какое облачье кто добавлял. И забавно бывает, когда они вдвоем, все-таки они не могут за разными компьютерами работать, они сейчас за одним компьютером, вот кто-то один делал, и остаются те имена только, вот, например, что составлял только этот ученик. И потом они говорят, ну, мы правда вместе, ну, мы правда вместе работали. Ну, это так, просто забавно. Так, друзья, посмотрю, что пишете. Сегодня вводная лекция, да, совершенно верно. Сегодня я просто хочу рассказать о том, что у нас будет, чтобы вы понимали. Потому что все на сайте в виде текста не описать. Хочется, надо что-то и договорить. Вот Виктория пишет. Марина, спасибо, адаптировала перевернутый класс во втором классе, в третьем и продолжаю в четвертом. Спасибо, Виктория проходила у меня в курсе. Спасибо, Виктория. И причем не один. Сегодня зарегистрироваться на ментальной карте. Хорошо, буду ждать. Стоимость вебинара по проектному обучению, друзья, сейчас скажу. По проектному обучению лекция будет 6 евро. Стоимость обучения, друзья, 6 евро. Так, Марина, пожалуйста, продумайте запасной вариант трансляции. Переживаю, что не получится посмотреть онлайн. Вы, Виктория, имеете в виду, что повиснет трансляция, да? Я продумаю, друзья. Я продумаю, кстати, хорошо, что я сегодня сделаю это вводное, чтобы завтра у нас не было какого-то форс-мажора. Продумаю. И тем, кто зарегистрировался, и тем, кто уже будет завтра, сейчас, кстати, пришлю, друзья, опишу, что у нас будет за альтернативный вариант. Вполне возможно, это действительно будет закрытая группа Facebook, и там сделаем прямой эфир, и будем с вами спокойно работать. Вот, смотрите, если не получится участвовать, то есть вы не сможете, например, к 12 часам подойти, да, друзья, то запись... Суббота еще загибнет. Ну, разные у нас дни будут. Юрий все субботу вспоминает. То я обязательно вышлю запись, и если у вас будут какие-то вопросы, которые у вас возникнут после просмотра, связанные с этой темой, то вы мне можете их всегда задать. Вы можете всегда мне написать, я вам обязательно отвечу. Если будут какие-то, если вы знаете, что вы точно не придете на встречу, но хотите прослушать потом запись, и у вас есть вопрос до еще встречи, также пишите мне, я этот вопрос в режиме онлайн разберу. Так, Диана пишет, оплатил два бирана, тоже переживаю, эфир сейчас, ага, за эфир, что он видит. Вот, друзья, мы посмотрим завтра, завтра тем, кто придет уже... И если будет все работать чисто, гладко, мы с вами будем работать гидроизмом. Друзья, я решила попробовать. Если нет, друзья, тогда выйдем в альтернативный вариант. Я придумаю, не переживайте. Я его обязательно проведу. Вы что, я столько готовилась, что я не могу, что я не могу просто не провести это. Мне нужно будет обязательно это сделать. Спасибо. Так, и, друзья, я думаю, что мы здесь с вами уже больше часа присутствуем на нашей встрече. А последний, вот что хотела еще сказать. Хорошо, что я себя записала, иначе бы забыла. Спросили у меня, будут ли свидетельства об участии в вебинарах. Думала над этим вопросом и решила, что будут. Сделаю, друзья. Всем тем, кто пройдет... Кто захочет, но не всем же нужны. Да, да. Кто захочет и пройдет участие в вебинаре, вышли свидетельства, друзья. Вышли. Так что это вот, когда мы с вами уже будем лично встречаться на встречах, вы тогда мне сами скажете, кому нужно. Я вышлю. Антонина спрашивает, еще не поздно зарегистрироваться? Нет, еще не поздно. Еще не поздно. И вы видите, что там у нас длится 7 дней. Вы можете вот прям буквально за полчаса до начала вебинара, например, зарегистрироваться. Вам придет ссылка, вы успеете оплатить, и вам тут же придет ссылка на вебинарную комнату. Как только вы оплачиваете, вы сразу же получаете ссылку. Если, например, вы это делаете быстро, то, поверьте, за 10 минут вы сможете все и подключиться, и оплатить. Вот Диана пишет, хочу сертификат. Тогда будет, Диана. Тогда будет. Друзья, смотрю, есть ли у вас вопросы, и думаю, что мы с вами будем заканчивать. Запись, это отлично. Запись, конечно же, будет, друзья. Так. Готова оплатить трансляцию запись? Сейчас не успеваю, но очень нужно. Нина, тогда так и будет. И если будут вопросы, обязательно мне их пишите. Друзья, я всем, кто оплатил, но не смог присутствовать, друзья, на ваши вопросы я отвечу обязательно. Так. Спасибо большое за вебинар. Друзья, спасибо вам. Спасибо всем тем, кто смотрел трансляцию через Facebook. Спасибо всем тем, кто подключился к нам сюда, в вебинарную комнату. Я очень переживала, что нам не хватит места, а места, оказывается, нам очень даже здесь хорошо хватило. Приятное общение получилось. Я очень рада, что к нам смог подключиться Юрий. Я думала, он мне стоит после работы забежать, потом, видите, там сидит, работает. Так, Лена пишет, я зарегистрировалась, но не пришли ссылки по оплате. Елена, будьте добры, напишите мне лично. Моя почта marina.purvic.gmail.com. Я сейчас сюда напишу в чат. Напишите, пожалуйста, мне лично. kurvic.gmail.com. Буду отвечать на вопросы. Вот моя почта. Скажите мне, напишите мне, на какой вебинар вы хотите попасть, и я вам тогда вышлю. Может быть, в вам попадает. Вы знаете, я сейчас на платформе ВКонтакте, у меня сейчас там тоже ведется страничка, мне помогает в этом мой помощник. Мне пишет молодой человек о том, что не получает ни одни мои чек-листы, которые на моем сайте можно скачать совершенно бесплатно. Они им просто не приходят. И при этом я уже подредактировала, изменила форму. Но он пишет, что не приходит, и все, не в спаме, нигде нет. Поэтому может так действительно случиться, что не приходит, пишите мне, буду лично в вашем случае. Можно и в Телеграм, Елена, конечно. Если мы с вами уже в Телеграме чатимся, пишите мне туда. Этот вебинар тоже будет в записи. У меня запись все это время шла, я ее сохраню. Вышлю всем тем, кто зарегистрировался на эту встречу. И сегодня я даже бы хотела это успеть поставить на YouTube. Так что, чтобы она там тоже у меня была, эта запись. Вот буду сегодня, друзья, работать. И к тому же останется Facebook-трансляция. Надеюсь, что останется. Я сейчас буду думать о том, как мне это сохранить, друзья. Итак, зарегистрировалась. Ольга пишет на два вебинара. Хочу еще два. Регистрируйтесь, Ольга. Если удобно, регистрируйтесь, если это подходит. Я сама очень рада тем вебинарам, которые я буду проводить. Я когда к ним готовилась, меня ждут, захватывает самой от интереса. У меня, кстати, часто так бывает. Когда я готовлюсь к курсам, я все время думаю, интересно, участники так же радуются, как и я. Но я лично очень, очень радуюсь от знания того, какой информации я буду делиться, на какие вопросы мы будем отвечать, какие мы схемы будем использовать, какие этапы планировать и так далее. Так, спасибо, друзья. Спасибо. Я тогда с вами прощаюсь. До встречи завтра. Ждем нестепление. Найти в Телеграм. У меня в Телеграме есть канал «Мастерская Марина Курвиц», но он такой с односторонней связью. Есть мой личный профиль, но я не могу вспомнить его. Курвиц, может быть, если вы напишите Курвиц или Марина Курвиц в латинице, попробуйте написать, то, наверное, вы найдете мой личный профиль. И опять-таки есть канал, есть личный профиль. Личный профиль можно написать, в канал нельзя написать. Но, если что, Елена, пишите тогда на мой почтовый адрес, если есть какие-то вопросы. Итак, друзья, попробую сначала завершить эфир на Фейсбуке и сохранить его там. Затем попробую завершить эфир на GetResponse и очень надеюсь сохранить запись. Впервые буду делать эти движения. Главное, чтобы все получилось. Александра пишет «Хочу все вебинары». Александр, можно лайкнуть ваш комментарий? Спасибо, друзья. Все, завершаю на Фейсбуке. Завершаю. Сейчас мне, наверное, спросят, нужно ли сохранить. Готово. Готово. Я очень надеюсь, что он у меня сохранится там. Так, и сейчас возвращаюсь в свою вебинарную комнату. Друзья, прощаюсь теперь с теми участниками, которые здесь в вебинарной комнате у меня. И буду завершать этот эфир. Я вижу, что вы что-то пишете. Я пока тогда не закрываю. Прочитаю, что вы напишете. Ага, спасибо, до встречи. Спасибо, друзья, вам. Так, сейчас закрываю картинку сначала. Себя еще оставляю. Спасибо, удачи вам. Спасибо. Меня ждет очень интересная неделя. Целая такая рабочая неделя из семи дней. Спасибо, друзья. Спасибо и всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok